Приветствую вас. Прочитал ответ коллег, правда, не все. Из тех ответов, что прочитал, наиболее таким хорошим, мне показался ответ Бориса Никифорова, вот, его ответ прям вот очень-очень в точку. Я бы даже сказал, что мой ответ, возможно, в чем-то будет перекликаться с ответом коллеги, ну потому что, как бы это вот то самое зерно, та самая суть проблемы, которая у вас есть. Во-первых, хочется сразу сказать следующее, хочется сразу сказать так, что мужчина, с которым вы сейчас находитесь в отношениях, он по сути отражения вас. А вы с вашей позиции, с вашей карьерой, с вашим развитием, с вашей чистоплотностью и так далее. Вы компенсируете это, точнее, не так, компенсируете этим свою нечистоплотность на духовном уровне, может быть, простите меня за, возможно, грубую фразу, свою незрелость, духовную незрелость. В противном случае, есть некая выгода, которую вы получаете от того, что жалуетесь, от того, что не видите выхода из ситуации, от того, что хотите подобрать слова правильные, которых, кстати говоря, нет, в принципе, ну и от того, что чувствуете себя, от того, что плачете. То есть, вот всё ваше поведение с мужчиной выглядит так, как будто вы ищете повод для того, чтобы поплакать. То есть, поплакать хочется, пожаловаться хочется, но так повода нет. А вот вы, там, выберите себе такого, ну молодого человека, и повод уже есть, как бы. Понимаете? То есть, такое ощущение складывается, что вы подсознательно ищете для себя поводы, поводы, чтобы пострадать. То есть, вполне вероятно, что это проявление мазохизма. То есть, если мне, если ко мне проявляют внимание какое-то, да, то это внимание обязательно должно быть негативным. Вот. Опять же, я не берусь утверждать этого наверняка. На данный момент, сейчас, я не берусь утверждать этого наверняка. Потому что наверняка, понятное дело, что, как бы, ну, нельзя утверждать. Но, исходя из того, что я вижу, исходя из того, что я вижу, можно сделать именно такой вывод. К сожалению. Понимаете? Вот. И это вопрос. Вопрос. А именно к вам. Это не вопрос к мужчине, да. Это не вопрос к тому, почему он так себя ведёт и как до него донести, да, там, то или иное. Потому что, на самом деле, доносить до него никакого смысла, ничего нет. Потому что он либо это понимает, либо он это понимает, да, либо он этого не понимает. По сути. Ваш мужчина этого не понимает, не понимает. И тут, как бы, вот, что ни, что ни делай, да, тут, как бы, вот, будет так. Тут, вот, будет так. Понимаете? Вот. Дальше. Значит. Так. Сразу обратила внимание, что у него дома бардак и грязи. Вы понимаете? Как бы. Ваше. Ваше. Стремление к чистоте. Да. Оно тоже вызывает вопрос. То есть. Чистота это может быть либо контр, либо сценарием, либо антисценарием. Ваше жизнь. Я так думаю, что это скорее антисценарий. Потому что. Чистота важна. Безусловно. Но заметьте. Заметьте, как вас преследует грязь, несмотря на то, что вы, вы хотите, как казалось бы, совсем другого. То есть, вы, человек, частица плотный, да, который заботится о себе, там, о других, ну, то есть, в плане того, что, хочет, чтобы все было нормально, чтобы все было хорошо, красиво, правильно и так далее. И преследует ваш грязь. Так, может быть, вы сами хотите этой грязи. Может быть, может быть, именно в ней, в этой грязи вы видите для себя некую свободу, то, что вы себе запрещаете так. По-другому. Это вот, эээ, тоже, ну, просто, просто подумайте об этом. Побудьте с этим. Немножко. А, дальше. Вы пишите, у него дома бардак, эээ, но я не придала этому значения, так как была влюблена, теперь жалею. Влюбились-то вы во что? В кого, в кого, точнее, влюбились? Влюбились вы в образ. Ну, в образ, эээ, мужчины, в образ молодого человека вы влюбились. Ну, коли вы влюбились в образ молодого человека, а не в него самого, то вы влюбились в то, что вам нужно. То есть вы, человека, как такового не принимали и не принимаете до сих пор. Но влюбились вы, потому что он вам казался успешным, богатым там и так далее. Получается, что ваша влюбленность, точнее даже не так, за вашей влюбленностью стоит, эээ, определенная потребность. Потребность в чем-то. Потребность какая-то. Например, потребность в чем-то быть успешной, потребность в чем-то быть значимой, потребность в, эээ, например, ну, материальном благополучии, благосостоянии и так далее. Такая история, может быть. Вот это тоже нужно переосмыслить. Вот. Ну, а дальше, дальше вы, эээ, дальше вам можно сказать, вот по почти всему тексту, да. Можно сказать так, что, во-первых, вы играете в игру все из-за тебя, вы играете в игру все из-за тебя, и какой ужас, разве это не ужасно? Вот вы эти обе игры, эээ, в интернете поищите, почитаете про них, про них, про эти игры, а после, после, уже, можно будет на индивидуальной работе, эээ, это обсудить. Это первое. Второе. Вы занимаете позицию жертвы. То есть, вас изоставляют что-то делать, и деньги с вас тягнут, и, эээ, из-за этого у вас проблемы со здоровьем из-за его нечестоплотности. То есть, это все жертвенное поведение. Это все поведение собственной личной безответственности. И вот собственная личная ваша безответственность, духовная безответственность, скажем так. И, эээ, выливаются в виде отражения, в виде отражения человека. в виде отражения в человеке. То есть вот человек, который с вами, это отражение вашей безответственности. Это все вы. Вы такая же, только на духовном уровне. Только это то, чего вы хотите. Это то, что вам нужно в глубине души, это то, чего вы себе запрещаете, чего вы боитесь, что вам неприятно. Как бы. И поэтому вы выбираете себе такого мужчину. Все, что нужно сделать, все, что нужно сделать по факту, это с одной стороны перестать стремиться к конкретной чистоте, делать ее, ну, своей целью, да. Придавать этому много значения, плакать тем более из-за этого точно не стоит. Так вот, вы плачете, потому что здесь что-то другое, да, ну, более, более серьезная проблема. Ну вот. И позволять себе грязь, позволять себе неорганизованность, позволять себе расслабляться, позволять себе регрессировать, позволять себе делать что-то не самое правильное, не самое лучшее, не самое чистоплотное. Это, грубо говоря, раскрыться, чтобы вы не через мужчину реализовывали это все, а через себя. Дальше. А нет, вот, знаете, нет каких-то правильных слов, когда человеку говоришь, что ему нужно уходить. Вот, объективно, да, никаких правильных слов нет. Вообще. Вот в этом аспекте объективных слов нет и быть не может в принципе. Почему? Потому что это всегда, вот, я не побоюсь этого слова, да, всегда встречает сопротивление. Понимаете? Всегда это встречает сопротивление. Всегда это негативное, негативное что-то. Всегда это неизбежное зло, как говорится. Понимаете? Понимаете? И вы не сможете никак подобрать правильные слова. Ну, и боитесь вы, вот, говорить о том, что не можете мужчину, как, как бы, ну, заставить, да, заставить его, уйти, скажем так, от вас. Вот. Не случайно. Понимаете? То есть это не случайно. Это, опять же, ваша жертвенная позиция, жертвенная модель поведения, которая связана с вашей беспомощностью, неорганизованностью. Несмотря на то, что вы и в карьере развиваетесь, и фильмы смотрите, да, эээ, ну, серьезные, как бы. Эээ, вот. Это вопрос к вам. Вот все это, это все вопросы к вам. Понимаете? И, вот, как правильно мой коллега сказал, да, что дело не в том, а, ну, дело не в том, что вы уйдете от него и будете жить дальше. А дело в том, какой вывод для себя вы сделаете из этих вот ситуаций. Обратите внимание также и на то, какую позицию вы занимаете по отношению к мужчине. То есть вы для него являетесь по факту родителем, ваша позиция родительская. Вы его загоняете, вы им командуете, вы от него требуете, вы ему приказываете, вы его направляете. Это родительская позиция, которая в корне уничтожает любитый мужчина, любитый мужчина, вот, и обесценивает вас как женщину. Потому что, ну, вы представляете, с ему мамой, как бы, вот. А мама это, соответственно, ну, не тот же человек, с которым можно, как бы, строить семью, да? Вот. Ну, если нет отклонений каких-то, конечно. Вот. Понимаете? То есть вам не только нужно вот, ну, данный аспект рассматривать, но вам в том числе нужно еще и свою модель, модель отношений с мужчинами корректировать. Вот. Потому что это то, без чего здоровых отношений вы не построите. Вот. Либо для себя признать, просто признать для себя формально, что, ну, формально, наверное, неправильно будет сказать, скорее номинально, да? То есть по факту признать, что я в отношениях родитель, и я хочу себе мужчину-ребенка, например. Да? Ну, вот. Признайте это для себя сами. И, как бы, уже ставьте перед фактом и себя, да? И мужчину, чтобы вы оба знали, чего ожидать. Вот. Понимаете? Мужчина, среди по всему, вполне устраивает, что у него женщина-родитель. Вот. Мужчина вполне это устраивает. Вполне эта история устраивает. Вот. Понимаете? Какая история? Мужчина устраивает, что, значит, ну, что вы ведете себя как родитель. Он ведет себя с вами как ребенок, именно поэтому он не понимает, почему вы против, что он встречается с другими девушками и так далее. Потому что он воспринимает вас как мать. Понимаете? Вот. И все. Из-за этого ваши отношения не клеятся. Не клеятся, по сути, дел. Понимаете? И, собственно, вы с ним находитесь, находитесь именно потому, что, значит, это ваше скрытое желание. Скрытое желание быть мамой, скрытое желание, значит, контролироваться там и так далее. Понимаете? И вам данную позицию, если она вас не устраивает, да, нужно менять. К сожалению. К сожалению. Понимаете? Ну, а может быть и к счастью. Да. Вот. Так же как и перестать, перестать находиться в роли жертвы в отношениях. Да. Это, соответственно, треугольных картонах. Даже посмотрите. В интернете. Вот. Значит, что еще добавить? Да. Что еще добавить? У меня такое ощущение сложилось. Знаете, вот еще что? Какое? Что вам нужно внимание. То есть, прям вот вы нуждаетесь в этом, в внимании. Вот. То есть, как бы, ну, что я хочу сказать. Понятно, что любому человеку нужно внимание. Ну, вы делаете акцент, с одной стороны, на том, как мужчина себя плохо ведет, да, при этом, как бы, не расправливаете в этот момент свою ответственность. Так, так, а я сама выбрала этого мужчину. Я сама. Он то и все. Вы говорите. Вот он не хочет меняться. А зачем? Ну, вы его таким выбрали, вам его таким нужно принимать. Если вы не принимаете его таким, это ваше право. Но меняться он, как бы, не должен. На самом деле. Ну, вот не должен он меняться. Если он, как бы, если он этого не хочет. Это его право. Знаете? Вот. Его право не меняться. И в отношениях людей не меняются, в отношениях людей принимают такими, какие они есть. Вот. Вы этого сделать не можете, не хотите, как бы, вам это кажется неправильным. Это ваше право. Но в таком случае не жаловаться нужно, да. А для чего я выбрал его? Что я хотел, на что я наделал, что мне вообще нужно было, да. Вот. То есть, по факту, это вот то, что мой, как бы, коллега вам уже сказал. Игорь... Борис Никифоров. Вот. Но. Мне показалось, что внимание для вас важнее, чем, ну, обычно. Да. То есть, для вас вот прямо очень важно внимание. Как будто без этого вы себя не чувствуете вообще девушкой, полноценным человеком и так далее. И у меня вопрос. Насколько вы зависите от этого? То есть, насколько для вас важно, чтобы вам вот, эм... 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 Ну, как бы это сказать, да. Эм... Эм... Насколько для вас важно, эм... Эм... Подкрепление, эм... Эм... Извне... Эм... 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 Если история такая, если история такая, то тоже работа с вашей самооценкой и с вашим восприятием себя и с тем, эм... Мощные богатые, богатые, богатые друзья. Хех. Богатые друзья. То есть, давай сважим социальный аспект. Не личностный, а социальный. Вам нужно, чтобы человек, эм... Обязательно договорился, чтобы человек обязательно к чему-то стремился и т.д. и т.п. Окей. Хорошо. А если он не хочет? Что тогда? Что тогда делать, если человек не хочет? Понимаете? В этом-то случае, как быть? Как-то быть нужно в этом случае, но как? Вот. Почему вы для себя считаете нормальным, эм... менять кого-либо? Да? Ну вот. То есть, такое ощущение, что вам внимание нужно. Через это вы удовлетворяете именно свои личные, личные попрямности. Сразу? 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 Да? Хотел бы... Расставить все точки над и... в каком смысле? Значит. По-приням. Внимание, вообще. Нужно. Человеку. И любому человеку. И вам тоже внимание нужно. То есть, вам. Вам. Как бы... Эм... 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 Внимание... Эм... Эм... Хотеть... Получать... Никто не запрещает. Вопрос немножечко... В другом. Вопрос в том, что для вас это внимание значит. То есть, одно дело, если вы... Эм... Эм... Просто считаете, что... Мужчина, ну, не как вам, вообще ничего, как бы, для вас... Для вас, ну, не делает. Совсем. Это одно дело. В этом случае вы можете и, наверное, даже должны говорить ему о том, что вас не устраивает. Это... Это в порядке. Это в порядке. Но! Как... Если вы прямо чувствуете, эм... Эм... Некую болезненность, из-за того, что... Эм... Ну... Из-за того, что... Эм... Мужчина... Эм... Не дает вам внимания. Если вы говорите, что я перестал чувствовать себя девушкой. Это, опять же... Эм... 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 Социальный элемент. Социальный аспект. Кхм... По большому... Ну, по большому счету. Кхм... Понимаете? Вот. И... История здесь... Замечается именно в том, что для вас по-настоящему важно. И вот об этом... Вам... И нужно думать. В первую очередь. А не о том... Как... Мы... Мы же... Мужчину выгнать. Да... И так далее, и так далее. Вот. Пока вы не будете брать на себя личную духовную ответственность, ситуация, к сожалению, будет складываться вот так, как она складывается. То есть, негативно. То есть, негативно. Очень-очень негативно. Для вас. По крайней мере. Вот. Вот это... То есть, я могу вам сказать. Да? То есть... А... А... Что нужно сделать? Нужно... Преанализировать... А... То, как... Вы... Вы... Воспринимаете... Э... М... Муж... Мужчину. Да? Как вы воспринимаете его? В качестве, ну... Кого... Вы его воспринимаете? Вот. Он вам нужен, нужен как кто? Вот. Свои желания... Свои желания нужно... 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 Раскрыть. Потому что... Это... Тоже важно... Очень... Эм... Для вас. Ну... Вот. И дальше уже думать... Что вы будете делать... Со всем... Со всем этим... Как бы... Вот и все. На этом, я думаю, можно закончить мой ответ. Обязательно... Эм... Посмотрите... Вот... Те игры... Которые я назвал... Это очень важно... Для вас... Эм... Для понимания... Ну... Более лучшего понимания... Того, что с вами происходит... И... Что вами движется... И... Почему... Почему именно это вами движет... А не что-то другое... Если у вас остались вопросы... Ко мне... Пишите в личку... Буду рад помочь... Если вам... Понравился... Мой ответ... Буду благодарен... Если сделаете его... Лучшим... Я желаю вам всего... Самого доброго... И... Удачи! Лучшим... Степ Π Продолжение следует...